Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой оригинальный наш нареченный. Хочу сказать, именно от вас зависит, если он будет таким романтиком дальше. Вы знаете, очень часто говорят люди наступные. Да, он был до вечера романтиком. Выникает вопрос, а что произошло после вечера? А произошла реальность наступная. Женщины сами крылья обрубали, сами опустили, и он больше не летает и не является романтиком. Поэтому, дорогие друзья, такая порада. Если вы хотите, чтобы он был таким самым романтиком, цените его за любые сюрпризы. Необычные. Второе, романтик не может быть голодным. Завжди его годуйте и желательно свежей рыжей. И скажите ему, всегда напомните, что он для вас всегда лучше. И никогда не сравните с другими. И увидите, тот самый романтик, который был до вечера, он будет все семейное життя. А сейчас займите ваши места, потому что это еще не все. Настав час вам показать дещо из прошлого. Какие наши молодежи были в детстве, и, возможно, вы и себе увидите там. Увага на экран. А двоюродным братам и сестричкам приготовиться. Увага на экран. Их тоже пейли о сне. Увага на экран. И это в啦 Broodim. Можно там В июньерове. Увага на экран. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Желание целью мультикать ночи. Благословляйте именем Церковь, Благословляйте именем креста. Бог, 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 за твоей армия, Благословляйте воскресе вновь. Город, что бы однажды приступить и благословиться Богом ради вас, ведь праведный без Нейца всемогущего благословит во веки и сейчас. Благословляй им именем Господня, благословляй им именем Христа. Бог, 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 Слава и Рима, благослови Господь всегда. Благослови Господь Благословляй им именем Христа, Бог, Слава и Рима, благословляй им именем Христа. Благослови Господь и Рима, благослови Господь и Рима. Какая у вас великая родина благословена. Будь ласка, тетя и дядя, запрошу вас. Коли еще будет такая возможность? Ну, а подготовиться Миши и Данику? Я слышу, как вы инструментами репетировали под час перервы. Будете готовы подаровать хорошую мелодию для молодят. И так же и братские приветствия, и молодь. Всех вас помним и дадим такую возможность. Тетя и дядя, будь ласка, запрошу вас сюда. Нагадаете тетям, дядям, где они, как их звати? Дядя не в ту сторону пішел. Вот, идите сюда, как раз вовремя. Да, да, как раз время. Привитаете вас в отпуске? Ну, в первую очередь я хочу сказать спасибо, что пригласили нас. Если честно, я хочу сказать, ну, брак очень благословенный, я чувствую благословение Господне. Слава Богу. Было очень много сказано. Я хочу сказать одно, что вы, может быть, не забудете, что я сказал, но то, что было сказано на собрании, здесь, если вы исполните, Бог благословит вас, слава Богу. А от меня, я говорю, я благословляю, будь Бог благословит. Я, конечно, я всегда молился за всех своих племянников, племянниц, сестри, и Бог благословляет. Слава Богу. Будьте благословен. Мы щиро дякуем вам, как дядя, который не забывает молиться за своих родителей. И поэтому племянники, если будут какие-то молотовные потребы, есть, есть, дядька таки, что готовы вас поддерживать. Щиро дякуем вам. Да, счастливой дороги вам. Свидетели, шоколадка, шоколадка, дядя, да, 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 да. Ну что ж, еще тут тетя и дядя есть? Из вашей и из вашей стороны. Папа, иди сюда, чтобы поможить мне. Стесняются люди, да? Итак, дядя Дима, так? Сейчас. Дима Оля. Ваня Лия. Люба Володя. Вася, Таня, это родители. Выходьте. Видите, на мой голос никак не реагирует, так как вы сказали, раз, два и... Вот что такое, действительно, неужели уйдешь? Так, это ваша сторона, так? А невесты, тетя и дядя есть? Это был един, больше нет? Вы так далеко сели, но есть возможность стать так близко. Да, да, пожалуйста. Я слышал не одну фамилию, а многих. Да, да, да. Так, тетя и дядя, да, да, запрошу, запрошу. Симоненко семья, пожалуйста, дядя Ваня и тетя Лия, так? Так. Дядя Тёма и тетя... Дядя Тима и тетя Оля. И Шура, Света, слободеники. Дядя Няки, будь ласка, також. Хочу нагадати, це також є дуже рідна категорія гостей, які, можливо, в житті, хоча б один раз, не мали можливість понянчити їх, можливо, подарунки приносили, навідували, і також раділи, коли їм сказали, ви тепер дядя і тетя, тому що у вас є племінники. Будь ласка, прошу вас. Дорогі молодята, це ваші теті і дяді. А є тут хтось такий, хто найбільше нянчили? Тетя Оля, це хто? Тетя Оля, це перша шоколадка? Саме вам. Я так поняв, що ні в кого не було часу, а у вас не було варіантів. Щиро дякую вам. Ну що ж, так як ви найбільше нянчили, тому ваше перше вітання. І так по черзі. Ваші побажання вашим племінникам. Почнемо з вас, а потім далі. Ми дуже одні за вас, і хай вас Бог благословить, щоб ви всігда були такі близькі, усміхнені, і раділи всігда в один одному. Боже, благословіть. Дорогі наші, молодіятам, бажаємо з самого глибини серця, любові, миру, благословіння вам на все життя. Хай вас Бог благословить. Любі молодіятами, дуже вдячні за те, що ви нас покликали на це весілля. І в цей військовий час у вас свято. І ви, як ніколи, маєте знати, що таке мінне поле, заміновані поля. Також і в житті бувають тільки ж міни, на які не варто наступати. Бажаємо вам, щоб передійшов Ісус Христос, який буде розмінувати ці поля. З Богом. Ну, у нас немага жил славник в Одесі, то я хочу за нього сказати. Я взагалі була дуже дивлена, що він дуже багато читає Біблію, дуже слушає проповідників, багато, дуже багато. Я навіть себе записувала для себе. Для мене, наприклад, дуже большой був. Пусть вас Господь благословить. І, до речі, відносно проповідників, Мініславі каже, Андрій, я би хотів, щоб на моєму весілі була не тільки молитва, а щоб і поділились Словом Божим. Ви знаєте, це благословіння. І я чув, що тут є Данік Гречка Сей. Є така фамінія? Данік є? Данік, будьте готові скоро поділитися Словом Божим. Хорошо? Це таке бажання молодя, що ви для нас всіх залишили і духовну, і їжу. І йдемо далі. Тетя і дядя, вам слава. Ми благотворюємо, що ми можемо присутствувати у вас на пракі. Сережно, благотворюємо. І желаємо Божих благословіння, щоб Бог був з вами. Всі. Славка Євла, ми вас благословляємо. Пусть Бог благословить вас на вашу життя сімейною. Будьте щастливі. Бо всьому. Хай Бог благословить вас. Не знаю, війни на Степана. Славик, ти коли заручився, то я зараз можу розлічити, де Елла, де Аліна. Я їх до сих пор не міг розлічити. Пожелання вам, Славик, Елла. Ви знаєте, є в одному псалмі молодежному, я помню, ще з юності, ми співали такі псалом, і там є такі слова. Жизнь прожить, не поле перейти. Жизнь прожить, не реку переплыти. Жизнь прожить всегда з Христом, і ті радості, і горісті діліть. Михайловсь, Бог благословить вас. Також, Славик, і Елла. Поздравляю вас, вашим посвятникам. Жілаємо Божього благословення, і всіх нашу голосу Богу. Дорогі, тіті і дяді, я думаю, що ви, як ніхто, маєте таке зобов'язання від родичів навчити їх дружити. Що для цього потрібного? Для початку їх до себе запросити в гості, накрити гарний стіл, і сказати, «Елічка, ось так ми зустрічаємо родичів», а сказати Славіку, «Славік, ось так ми їмо за п'ятітом те, що родичі підготували». Тому найкращий час це проводити з родичами. Тому, будь ласка, не відмовляйте, коли вам зателефонують і скажуть, «Ми вас чекаємо в гості». Обіцяєте, що приїдете? Хай Бог вас благословить, всього вам найкращого. Божий благословінь. Дякую. Займаєте ваші місця. Ну, а зараз, брати, будь ласка, нам підготували гарну мелодію. Будь ласка, це для молодят. Дякую. 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 И вам, что вы продолжите традицию, которая есть в вашей церкви. Сколько я помню, тут всегда молодь играла на духовых инструментах. На жаль, много церков такого уже нет. Поэтому учить, подрастающие в поколении. Грайте, славьте Господа. Ну, а сейчас гурт мелодия. Мы заскучали за вами. Поэтому, пожалуйста, ваша песня. Ну, а потом те, кто шумляет очень тихо. Это наша молодь. И далее наши холестяки подготовили программу. Даник, и будьте готовы вы. Вы меня слышите, Даник? Да. Даник, следующее. Спасибо. Друзья, я не знаю, у вас жартуют так, или нет. Но у нас говорят, что у хлопцев-холестяков есть гимн. Вы слышали, хлопцы? У вас спевают хлопцы-холестяки гимн? Неужели уйдешь? Где ты прекрасный? А я светлая, ясная. Спевают такую? Спевают. Вот тоже. А как вот женятся, то, скажу, спевают такую песню. Уже хлопцы женатые. У твоей груди успокоюсь я. Но немного прожили, прожили, прожили. Молодой, до молодой, звертается, она до него. Подождите, какими хорошими словами. Расскажи мне, милый, как вы спеваете это музыкально. Главное, что вы романтично так подивитесь один на одного. То для всех будет приятным, таким, подкреплением, чтобы дома они трошки закоханее были. И хотел бы еще сказать наступное, зауважьте. Мы уже видели, как они разом дякуют. Мы видели, как они один одному делают сюрпризные, подарки. Но мы еще не слышали, как они спевают. Потому что это их самая первая семейная песня. Ну, вы спеваете, разом с гуртом «Мелодия», а мы вас слушаем. «Мелодия» «Мелодия» Расскажи мне, голубко, как мне радеешь, Чем ты снилась тобой ночами, как про меня мрёшь? Для тебя, для меня ты, Бог поедет нам нас навжди. Для тебя, для меня ты, наше коханя нас навжди. Я твоя на веки люблю, певно я все знаю, Тебе Бог мені дарует, я тебе кохаю. Я тебе люблю, кохана, доля ти счастлива, Твою сердце лишня тебе, ти моя єдина. Для тебя, для меня ты, Бог поедет нам нас навжди. Для тебя, для меня ты, для меня ты, наше коханя нас навжди. Для тебя, для меня ты, наше коханя нас навжди. Для тебя, для меня ты, наше коханя нас навжди. Дякую за цю пісню. Ви знаєте, що я гурт мелодія замітив в них? Таке відчуття, що він замовив для неї пісню. І коли співали для тебе ти, для тебе ти, він такий, так, тільки пітако. Але ж це як пасує, дякую. Ну що ж, Данік, можна вас запросити? Зараз брат Дані хотів би залишити духовне побажання для всіх нас і для наших молодят. Вам слово. І після нього братство. Будьте готові. Вони також підготували вітання для молодят. Коли Славик приглашав на синочка, він попросив мене поучаствувати. І сказав навіть псалом, на який я повинен участь, сказати 126-й псалом, його всі знають. Він знаходиться в той часті псалтеря, де псалми називаються «Пісня восхождення». І, може, хтось його на пам'ять знає, там написано «Пісня восхождення Соломона». І я хотів би з цього псалома показати вам сьогодні чотири божьих дійсві. Чотири обітування в вашу житті. І в першу чергу в житті Славіка і Ели. І так, ці псалми співали євреї, коли вони піднімались в гори, к городу Єрусаліму, к храму на поклонення. Тому вони і називаються «Пісня восхождення». І коли вони піднімались, важливо було настроїть свій дух від земних забот на небесну. На величі Бога, на величі поклонення йому. І приготувати своє серце для хвали, істинної хвали. Я б хотів би, щоб Славік доставив телефон, якщо він у нього є, записував конспект. Ці обітування будуть сопровождати їхню сімейну життя. І перше обітування в тому, що Господь... Чі тільки божі дістия ми пок Maya з цього псалми. Пісня. Якщо Господь не пог piping іне буд lazım perception будув climbing, затримують свій дол є Jong. Первая истина или обетование в том, что наш Господь, Он строит дом. Я обращаюсь к каждому, кто уже построил дом или в процессе строительства. Вы видите Руку Божью, вы видели ее. Вы можете своим детям рассказать. Мой папа часто мне рассказывал, как Господь послал строим материалы, людей, устраивал все. Кажется, я бегаю, я решаю, я закупаю кирпич, я вкопаю фундамент. Но Псалом возвращает нас и говорит, Славик, если Господь не построит вашего дома, никто этого не сделает. Итак, уповайте на Господа, потому что Он строит самые лучшие дома, в которых вы точно будете жить. Бывает нечестивый строит дом, но праведник живет в нем, то есть Господь для него построил. Дальше написано, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Второе Божье действие, которое видно в этом Псалме, это охрана города. Господь строит дом, Он также охраняет город. Это важная истина или обетование в нашу жизнь на сегодняшний день. Когда евреи только получили этот псалом от Соломона, они его не ценили. Но потом он стал псаломом восхождения, когда был разрушен храм и разбит войсками врага. Город был сметен с лица земли, если вы помните, Еремя отстроил стену. И когда евреи после восстановления Иерусалима и восстановления храма поднимались в эту гору, они видели новые стены, а в их основании уголь разрушенных, бывших стен. Он был сожжен буквально этот город. Они шли по городу Иерусалиму, они видели дома красивые. Но основания раньше не так часто штукатурили дома. Но в основании закладены были обгоренные камни. Господь однажды снял охрану с города. И они спевали с прочувствованным сердцем и знали, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Итак, дальше третье Божье действие. Вот наследие от Господа. То есть Господь оставляет наследство на земле, и может быть и вам оставить наследие от Господа дети. Награда от Него плод чрева. Господь дает деток. Это четвертый пункт у нас. Господь дает деток. И это делает Он. Это Его подарок. Подарки иногда напедходят людям. И очень часто напедходят, потому что Он у нас свой план на жизнь. Но это наследие и награда. Написано дальше. Блажен человек, который наполнил детками колчан свой, сыновья молодые. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут разговаривать с врагами в воротах. Господь дает деток. И когда Он дает, то счастлив тот, кто принимает детей. И Он не останутся в стыде. Евреи, когда пели песню восхождения, они вспоминали, что очень ценным было при восстановлении Иерусалима. Это у Отца множество сыновей, которые окружали, охраняли Его и строили, отстраивали этот город. Итак, Славчик, если Господь... Сколько вам детей пошли? Сегодня мое пожелание. Принимайте их как дар от Господа. Если есть возможность принять детей. Не бейтесь, что у вас еще нет дома, потому что Его строит Господь. Не бейтесь, что какая-то опасность в городе, потому что Его охраняет Господь. Он дает все необходимое. Написано, что возлюбленному своему Он дает все необходимое даже во сне. Это тоже из этого псалма третий пункт Господний. Принимайте детей, потому что Он заботится о всем вашей жизни. И вы будете счастливыми. Они не останутся в стыде, если будут разговаривать с грехом, потому что они будут воспитаны в христианской семье. Вы любите Иисуса Христа. И церкви нужны сыновья. Слава Господу, что Он мне двух сыновей послал, которые станут пред лицом врага сильные юноши и победят его, зная Слово Божье, зная молитву. Если вы будете бодрствовать в молитве и в Слове, Иисус Христос благословит добрым этим примером и ваших деток. Он уже все необходимое дает вам. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Еще раз дякую друзья вам. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. А сейчас я сюда запрошую наших братцев. AU neighbour сюда Вы знаете, в вас столько молодежи то холостяки, то тихий голос, то брати, то корабль. У вас есть чего вибрати. И это большое благословение. Благословения. Будь ласка, вітання від братиків, а потім ми почуємо тихий шум знову. Будь ласка, я не знаю, по самараністу, без згоди всіхамість. Моя малиша. До серця прийдуть. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тихий Шум А потім запрошується вся молодь, щоб ви також привітали наших молодят, вся молодь бути готові ваша програма після тихого шуму. Будь ласка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитри Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю еще тех, кто есть свидетелями жениха и невесты дуже мало сплять Скажи, пожалуйста, сколько вы вчера лягли и сколько сегодня прокинулись? Лягли? Лягли десь Вы? Я около 12 часов Прокинулись? Я не спал сегодня, плохо спал То есть вы лягли и еще не вставали? Я понял А вы? Пол второго Прокинулся в 6.30 Дякую Сколько вы лягали или лягали взагалі? Понял Вы? Мы разом так лягли, придыхнули и встали Ви бачите, яких вы выбрали собі святки Да они взагалі майже не спали Декілька годин – это взагалі не сон А дехто памятает, что вроде бы ляг, но так и не встал Действительно, правильный друг – это тот, кто с тобой готовы раздалить время Справильный друг – это тот, который не может ждать счастья друга или святого друга И когда настаётся этот день, он просто наслаждается этим святом Я за ними спостерегал Знаете, они все веселее тут были на разхват Комусь шоколадки дивились, чтобы дети там дещо и не брали Помогали, приймали подарки, робили фотографии Это действительно самые настоящие друзья Поэтому единственное, которое мы слышали из вас всех Только Аллінку, она как сестричка уже вітала А вот как свидетели, мы вас еще не слышали Мы слышали ваш оригинальный вирш, вашу версию Как они покохали один одного, как сделали пропозицию, какая была ответ А сейчас мы хотим дать вам возможность, чтобы вы привитали от себя молодец Начали, девчата, завершать соню, хлопцы Эля Славик, я хочу вам сказать, что я за вас очень рада Хочу пожелать, чтобы ты, Эля, так, как ты умеешь обходить все ситуации И правильно подбирать слова Ты никогда не рубаешь Вот чтобы это в тебе было всегда Что в тебе не произошло Ну, оцего ты придерживалась Благословения вам И радуйтесь всегда А еще вам хочу сказать, что жизнь виноврате кажется довго На самом деле и не очень У вас будут дать Бог дети И... И... Слава, я рад за тебя Чтобы ты наконец-то женился Божих вам благословений Хай Бог укрепляет вашу семью Терпение вам Терпение вам Терпение вам То есть сейчас он есть, через какое-то время его нет, и следов у него. Поэтому строите свои счастья в Боге. И мне приятно, друзья, что вы знаете Бога, у вас есть личные отношения с Иисусом Христовым, вы служите в церкви, и для вас служение Бога, отношение с Иисусом, это не какой-то пустий звук, для вас это очень важно, и вы этим дорожите, слава Богу. Мне тоже это приятно, потому что, чего? Если мы строим наше счастье в Боге, оно вечное, потому что Бог вечен, оно никогда не перестает быть. И потом, такой еще нюанс, Бог создал Елочка Славика, Давид пишет, что ты соткал меня в утробе матери, и никто, даже сам Славик, не знает так себя хорошо, как его знает Бог. И поэтому только Бог может дать тебе мудрость, чтобы Славик был счастливый. Славик тоже самое и Ела. Если ты будешь шукать в Боге счастье, в Боге, пребывать в Боге, Бог создал Елу. Никто не знает так Елочку, даже мама, как знает ее Бог. Поэтому просил Бога мудрости, и Бог тебе поможет сделать Елочку действительно счастливой твоей женой. Хай вас Бог упильно благословит. Я хочу рассказать стих Пэшу Коринфина. Любовь долго терпит, прощая обиды. Любовь милосердствует, отдавая свое. Любовь не завидует, кто бы ты ни был, не превозносится, унижая твое. Любовь не гордится успехами важными. Любовь не бесчинствует во имя побед, не раздражается по поводу каждому, не мыслит и зла, и не делает бед. Любовь покрывает твои недостатки и верит всему, что ты скажешь в ответ. Прощая ошибки, не ропщит украдкой, а все переносит, даря тебе свет. Любовь не осудит, сорадуясь правде, от радости истин цветет, как в раю. Любовь саможертвенна, всю тебя ради. Любовь не побрезгует слабость твою. Любовь лишь надеется лучше минутам. Любовь ожидает, ликует, поет и верит всегда, что ты нужен кому-то. Любовь — это есть отражение твое. Я хочу бы, чтобы молодята стали в центре, чтобы били жениха стали свидетели, а били невесты — свидетельницы. Прошу. Дорога молодь, дозвольте вас так назвать. Я вообще считаю, что до 60 — это молодь. Дальше солидняк, а потом совершенно летний, а далее вечность. Там уже навык не нужно обратить увагу. Вы сегодня были свидетелями того, как Бог создал новую семью. Вы сегодня настолько близко, близко молодят. Я не знаю, что у вас отбалов желание самому дружелю, потому что это же такая суета. А может, наоборот, хочется и самому стать счастливым. Я хочу вам поможать. Проте. Славяк сделал это очень правильно. Он молился. Жекал. И посмотрите, какую красоту он получил. Бог для вас уже давно приготовил. Может, она тут есть в этой зале. Я не знаю. Может, она очень рядом. Я тоже не знаю. Может, вы еще... Нет, нет. А может, вы еще даже не встречали, но обязательно встречаете. Молиться. Чекайте. И отримайте. И будьте такими счастливыми, как ваш друг. Славяк. Сестрички. Я знаю, что на вас сьогодні багато хто звернув увагу. На таких красунь, як ви, неможливо не звернути увагу. Ви сьогодні бачили, яка Еля счастлива. Ви памятаєте, колись такою счастливою, як сьогодні? Вона найщастливіша. Вона тепер не самодня. Вона тепер заміжня. Я хочу побажати вам, сестрички, дочекати свого дня. Когда и до вас подъедет какой-то красивый брат, я скажу, Мала, какие в тебе плани на ближайшие 60 лет? И еще такие самые, как в меня, выходят за меня. Хай Бог вам цьому допоможет. И я всем вам бажаю, что вы в свой Богом в отведенный час были на месте нареченного и на месте наречено. А вам хочу щиро поддякувать. Вы очень чудови свидетели. Жених и невеста, вы не помилились. Чемные, молодцы, таки подтянутые. Поэтому я бажаю вам, когда займите место ваших молодец. А сейчас их просто обнимите, своих молодец. А сюда, на сцену, мы запрошуем нашу молодь, яка подготовила программу. Я не знаю, что вы все поместитесь, но постарайтесь, я знаю, что вы компактнее и можете. Поэтому, пожалуйста, молодь, выходите сюда. Они подготовили программу для молодец. Виходите, пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В новый путь семейный вы пойдете И в союзе брачном жизнь начнете Так примите Библию и советы Ее строки жизнь наполнит светом Вместе вы, спасителя, служите Лишь как Он друг друга вы любите Южным ветром ласковым повейте Божий свет вокруг себя разлейте Весь благую людям вынесите И к Иисусу души приводите Вера пусть в сердцах не угасает Светом ярким каждый день сияет Если будет трудно, вы молитесь Господом во всякий день крепитесь Да пошлет вам Бог любви в сетение А в любви себя в соединении Радуйтесь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорога молодь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дякую вам! Добавил DimaTorzok 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 ПЕСНЯ ДОВІРЯТИ ТОБІ ДОВІРЯТИ ДОВІРЯТИ ТВЕРЕЗІ ГОСТІ ПОДАРУНКИ УВАГА ПОВАЖАНЯ ПРИВІТАНЯ ВІРШИ, ПІСНІ УЧАСТЬ Господь вам стільки сьогодні дав А скільки ще вам дасть в сімейному житті Зараз, дорогі друзі Я хотів би, щоб ми з вами заспівали ще одну пісню Це буде поважання Пісня для наших молодят ДЕЗГОДА В СІМЕЙСТВІ Далі Мають ще заспівати одну пісню Молодь І заключна пісня буде гурту МЕЛОДІЯ І потім молодята звернуться до нас Ось таке нас чекає Наближчі 15 хвилин Зараз пісня ДЕЗГОДА В СІМЕЙСТВІ ДЕЗГОДА В СІМЕЙСТВІ ДЕЗГОДА В СІМЕЙСТВІ ТА МЫЛІ ТИШИНА БЛАЖЕННІ ТА МЛЮДЫ БЛАЖЕННА СТОРОНА Їх Бог благословляє Добро їм посилає І з ними відживе І щастя їм дає Їх Бог благословляє Добро їм посилає І з ними відживе І щастя їм дає ДЕЗГОДА В СІМЕЙСТВІ ДОБРОЇ ЇХНІ ДІТКИ ВСЕ МАРНО ПРОПАДЕ 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 НЕ ВИСТАЧАЄ В НАШОМУ УКРАЇНСКОМУ СУСПІЛЬСТВІ І ДАБО ГОСПОДЬ Щоб на всіх рівнях влади І президент І інші начальники І звичайні люди Розуміли Якщо Бог не благословить Не буде благословіння Якщо Господь не захистить Не буде захисту Тому Він наше благословіння Наша надія І наш захист Під час виконання цієї пісні Я одним глазом зверну увагу На наших молодят І ви знаєте, що я в них побачив? В майбутнє Через 50 років Трошки у віці Але щасливі Полусонні Але гарно співають І при цьому Не втомлюються Дарувати один одному І всім нам Свої посмішки Збережіть цю якість Справа в тім, що Не так багато посмішок ми навколо бачимо І коли люди задають запитання Чому ви завжди таки позитивні? Чому ви завжди радієте? Чи чому Завжди посміхаєтесь? У нас є одна відповідь У нас немає жодної причини бути іншими Якщо Бог з нами Хто проти нас? Якщо той, хто свого сина за нас не пожалів Не дарує нам всього Він нам пообіцяв Де я Там і мій слуга буде Дорога церква, брати і сестри Які ми щасливі Що ми є його дітьми І його слугами Будем служити Будем дарувати любов Всім Особливо українцям Які зараз переживають Найтемніші Часичі переживання З свого життя Зараз на це місце Ми запрошуємо Для останньої пісні Молодь Вони пообіцяли молодятам Що цю пісню виконують на святі Тому будь ласка Ваша пісня Далі гурт мелодія Ви нас сьогодні так радували І мелодіями І піснями Якась гарна така пісня для наших молодят Подробуйте ще одну І також ми з вами почуємо Від наших молодят Щось адресоване вам А також вони І всі ми з вами Отримаємо домашнє завдання І будемо знову дякувати Бога Звичайно Пісня Звичайно 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 От всей душі Жирньої пісня Я вау По светлым молодим сердцям Чтоб гружно Мы могли прожить И радость сердце Сохранить Твоєм всегда Репо Твоєм всегда Светло Души ведь и дружба мы твоём, Чтоб веселее вам и сильнее вам перемену, Об этом песню вам поём. Как оговор в очной ночной Сияет в сумраке порой, Желаем вас светить всегда, Как светит яркая звезда. Твоё всегда легко, Твоё всегда светло, Живите дружба мы твоём, Чтоб веселее вам и сильнее вам перемену, Об этом песню вам поём. Пусть Господь всех охранит, От всех несчастей оградит, Семью он вашу пусть ведёт, И скоро вечность приведёт. Твоё всегда легко, Твоё всегда светло, Живите дружба мы твоём, Чтоб веселее вам и сильнее вам перемену, Об этом песню вам поём. Твоё всегда легко, Твоё всегда светло, Живите дружба мы твоём, Чтоб веселее вам и сильнее вам перемену, А мы твоём песню вам помену. А мы твоём песню, Чтоб веселее вам помену, Чтоб веселее вам помену, Чтоб веселее вам помену, Чтоб веселее вам помену, Такая дружная порада. Далее, Славик, Зверніться до хлосців, Холостяків, Ну а потім, Подякуйте гостей, Які були до кінця. И так, Має слово наречено, Поважання для дівчат незаміжних. Спасибо всім, Хто остався до цього момента. Я надеюсь, Вам було интересно. Я хочу побажать, Пожелать дівчатам, Чтоб вы радовались тому, Чтоб вы сейчас даже не замужили. Там тоже хорошо. Просто я хочу пожелать, Щоб вы наслаждались именно Тим моментом в жизни, Где вы сейчас находитесь. И радовались в том, Там, где вы есть. Я тоже хочу сказать всем спасибо, Что вы остались, Что вы разделили радость, Создание нашей семьи, Радовались вместе с нами, За ваши теплые слова в наш адрес, За ваши благословения. Мы очень благодарны целичкой. Так же я, наверное, Пожелаю братьям, Которые готовятся и ждут. На все свой час. На все свой час. На все свой час. Тут нужно доверять Господу. Отдавайте все вопросы Господу. И Господь все сделает. Он все создает. Только доверяйте. И я хотел бы сказать, Что мы очень благодарны вам, Молодята, Что вы любили один одного. Именно ваше кохание нас Забрало на этом месте. Из разных мест Украины. Поэтому, Нехай Бог благословляет ваше кохание, Что оно вас и надалее Збогачивало, Благословляло. И вы имели еще много-много радости. А сейчас, друзья, Давайте послушаем Останную песню гурту Мелодия на этом веселле. И потом, Кожен из нас получает Домашнее задание После песни. Гурт Мелодия. Прошу. Эта песня, Она проханием Наречанного. Та Наречаной. Потому что Песня называется Лелеки. И я обратил внимание, Как вы приехали, Как у вас все очень хорошо Зараз. Квитни. Неймоверно все Особенно при дороге Акации цветут. И запах. Все, мабуть, До вашего святого. Отож, Бачите, Кохание не имеет Меж и кордоней И не имеет Пору, Року. И еще вы даете Надежду всем. Вот такие важкие Какие-то часы, Когда вы пробовали На всех людей. Отож, Ваше Ваше Зараз Это таке Спильное решение И веселие Вода додает Особенность Для жизни. И поэтому, Мабуть, Кожен сьогодні По-справжньому Порадил, Что Бог даёт нам Впевненность, Что мы в Его Надейных руках. Что ж, Как лелекист Вийти своё гнездочко Напомнить Свий Дим, Как читал вам Брат Двіточками И Хай, Боже, Благословение вас супроводжує Усі дни вашего життя Благословить діло ваших рук Усі ваши задуми Мои плани Нехай здійснить Господь и допоможе вам Благословение Вдали сні квітучий З вирею далеко Як сніги розтануть І струнком вода До рідного краю Прилітали лека Кличе він коханну Дого свого гнезда Где верізки ніжно Обняли зімками Гай зелений слуха Пісни солов'яни Там зустрів лека Милу На охади Спалахнули в серці Ніжні почуття Як До Тебелину У-у-у В далекім краю Я про тебе мріяв, це життя своє. Ти моя любима, лише тебя бояю, Мила та кохана, зеленько моє. Відняли славе, кит в небі закружгали, На кругу звенила та цела весна. Розлилося счастье, генда небо краю, Коли вдвох велики сели до гнезда. Хай разводня ласка вам люби велики, Щоб родились дитки та цела земля. Золотих покосів бітла киде небо, Та безкрайнім щастя повнила сім'я. Я до тебе лину, у-у-у, на великим краю, Я правда демрія, це...